Раннее утро и плюс 30 для железного человека не проблема до старта проверка экипировки велосипеда и настрой на победу среди 150 участников в основном любители. Я все детство, всю жизнь был человеком не слишком физически сильным и для меня это преодоление дает некие эмоции, некое чувство, что я полноценный человек, сильный, здоровый. Очень интересный вид, гармоничный, то есть ты прям вот в него можешь погружаться бесконечно и очень гармоничное развитие идет и тело, и духа, и вообще и команды все, ну он клевый. Старт камского триатлона общий для мужчин и женщин. Сначала плавание 750 метров по акватории Камы, затем 20 километров на велосипеде и еще 5 километров бега, причем все это считается легкой скрипторской дистанцией. Я думаю, что перспективой, конечно, через 2-3 года делать здесь более полный триатлон, может быть, полужелезную дистанцию или хотя бы олимпийскую. Перекрывать набережную и пляж организаторы не стали, отдыхающие стали зрителями и болельщиками. Быстрее всех дистанцию триатлона преодолел Сергей Круглов из Казани на все три этапа чуть больше часа. Вы знаете, результат вообще как бы понятен относительно, потому что никогда не бывает одинаковых трасс. Сегодня, например, велосипед был на полтора километра меньше, поэтому, естественно, результат можно сравнивать только относительно других спортсменов, которые выступили. В целом, да, очень доволен. Триатлон в Татарстане только в начале пути, говорят организаторы. Следующие соревнования пройдут 22 июля в Казани. Анна Городнова, Константин Величко, Сергей Вельданов, ТНВ, Набережная Челны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова